Продолжение следует... Продолжение следует... И под этими сводами XVII века говорим как раз об эпохе, когда XVII век выступал свои права в XVIII столетии. И, соответственно, эпоха Средневековья, она окончательно уходила в прошлое и заступала место новое время, новое Петровское время. И вот этот период, он такой рубежный, он переломный в истории России. И этот перелом, он, конечно, отразился и на архитектуре, на каких-то планировочных решениях. И это мы с вами увидим сегодня на примере двух памятников. В первую очередь, комплекса монастыря Творищева пустынь, что неподалеку от Нижнего Новгорода, когда-то очень известный, когда-то очень крупный монастырь. И сейчас монастырь, ну, наверное, почти неизвестный. И причем как среди любителей и ценителей древнерусского наследия, так и среди тех, кто любит и ценит русское православие. Потому что вот так у себя, как на Нижегородчине, безусловно, известен о воде-за пределами Нижнего Новгорода. Мало кто про Флорищево пустынь не слышит. Так что мы сегодня с вами знакомимся с памятником, который таит в себе много интересного. И при этом не является таким памятником расхожим, о котором много-много сказок. Но давайте сначала поймем, где же это Флорищево пустынь находится. Нижний Новгород, трасса М-7, Москва-Ладья, ну и дальше туда, на Нижний и на Восток. Древние Вязники, древний Гороховец или Гороховец, как местные иногда говорят. И вот от этой трассы в леса, на север, очень хорошо Яндекс как-то передает, здесь ничего не убрано. Это действительно такой вот район, где протекает река Лух, достаточно глухой, глухой до XVII веки, почти забытый и сейчас. Вот здесь находится этот монастырь, Свято-Успенская Флорищево пустынь, сейчас возродившийся, также являющийся мужским монастырем, каким он был и с момента своего основания в середине XVII века. Вот давайте посмотрим на ансамбль этого монастыря. И мы сегодня будем неоднократно возвращаться к ансамблу, к планировочному решению. Эти планировочные решения, они в значительной мере определяли новые тенденции в архитектуре, те тенденции, которые ушли, появлялись в архитектуре одновременно с большим усилением таких модернистских тенденций, нового времени, входивших, постепенно входивших в жизнь русского государства. Ну а для начала давайте немножечко поговорим непосредственно о самом монастыре, когда же в Парище в пустыне возникло, что это вообще за обитель. И как развивалась серия истории, развивалась она достаточно бурно, за короткий период времени монастырь смог стать из небольшой общины, подвязающейся в глухих лесах на берегу глух монахов, монастырь, в который любили приезжать русские цари. Они давали богатые дары, и даже настоятель этого монастыря был крестиком одного из детей русского царя, даже вот так. Время начала инической жизни на Флорищах, собственно, отсюда и название Флорища в пустыне, по Флорищам и горе, такой холм на берегу реки Лух. Время начала монастырской истории определяется достаточно точно по тексту грамоты царя Алексея Михайловича от 9 марта 1651 года. Эта грамота последовала в качестве царского ответа на человекную местных монахов. Буквально так, такие адресаты были. «Старцы Моисея, да нефейдис братья, да в новый бог Андрей». Вот эти вот люди, Моисея, нефейдис братья, да в новый бог Андрей, они просили от царя разрешить строительство церкви на месте их поселения, на этой самой Флорищевой горе. Дальше цитирую документ. «От церкви в той пустыне нет, а та д. Муховская пустыня – гора Флорищева, лес темный, и место пустынное, и от жилых мест удаленно, и без церкви в той пустыне быть нельзя». Ну вот, 350 лет прошло, и ничего не изменилось. Мы по карте видим, что место удаленно. Хотя железную дорогу туда пролили, и даже в свое время туда, вот не знаю, как сейчас, но когда-то кубушка ходила из Нижнего Новгорода. Вот в этой человекной очень интересная деталь. Человечки сообщают, что живут они на Флорищевой горе по сьмой году, то есть в течение восьми лет, и все это время у них не было церкви. Вот здесь мы сталкиваемся с неким феноменом русской духовной культуры, культуры, о которой я уже говорил. Это непосредственно основание монастыря, которое не всегда непосредственно было связано с поселением монахов в каком-то месте. То есть мы зачастую начало монастырской истории, начало какого-либо монастыря, допустим, к тому моменту, когда монахов-основателей или группа монахов-основателей пришла в некое место, и вот вроде бы с этого момента монастырская история начинается. Вот история Флорищевой пустыни, хорошо с документированной в начальной части, она показывает, что существовала другая тенденция, и вот эта тенденция, она как бы и не была более распространенной. Особенно для таких монастырей, которые основывались в глуши, не сильными мира сего, не в городах, а вот так, что называется, снизу инициатива селения. Значит, пришли монахи, поселились, жили, и восемь лет у них не было церкви для того, чтобы служить литургией. Можно ли считать это полноценным монастырем? Очень сложный вопрос. С одной стороны, наверное, нельзя считать, потому что, собственно, вот это монаховское дело, оно было ограничено тем, что монахи не могли совершать главный закон на литаяц. С другой стороны, монахи, они как бы есть, они присутствуют здесь, они на этом месте живут, у них есть какая-то организация, мы видим с вами, что здесь, по крайней мере, участвовали три человека, Моисей, Ефедий, Бумбарды, и еще какая-то братья, сколько-то человек. То есть это уже общежитие, это монашеское общежитие. И вот в этом феномен, на мой взгляд, русской средневековой монастырской духовной культуры. Когда время начала монастыря с точки зрения служения едульгии, с точки зрения появления храма, выдачи антиминца, архиерея, и начало вот такой полноценной богослужебной практики, оно могло отстоять на несколько лет, собственно, от того момента, когда монашеское поселение образовалось. И вот если мы 8 лет отнимем, вот 1651 года, 9 марта 1651, то получится, что где-то в 1643-1644 году и появились монахи в этом месте. Следующее. Алексей Михайлович удовлетворил человеками иноков и в той грамоте, которая мной уже упоминалась, 9 марта, он разрешил строить во флорище на земле, которое, кстати, еще один любопытный элемент. И нам так иногда кажется, из прекрасного 21 века, что монастырь – это такое вот богоугодное дело, что с распростертыми объятиями всегда встречали монахов, которые приходили на ту или иную землю, и местные жители были рады тому, что молитвенки были висерятами. Опять же, реальная история зачастую показывает нам другие картины. Иногда они, конечно, очень этикетные, отталкиваются от житильных топосов. Когда монах приходит на землю, а местные землевладельцы давят и не пущают. То ему не нравится, и это вплоть до того, что убийц поцелуя на землю. Но это вот такие этикетные сюжеты, они встречаются в житиях часто, и там не совсем понятно, где исторические реалии, было ли так на самом деле, или это повторение книжных форм. Вот в нашем случае с флорищем мы видим очень четко, из грамоты царя Алексея Михайловича. Он повелевает, разрешает построить на флорищевой горе монастырь на земле, которой, цитирую, владеют горохавляне, посадские и уездные люди. Вот в чем еще фишка. Земля принадлежит не гетим монахам. Это собственность других людей. И без решения вот этого вопроса собственничества нет возможности начать полноценную монашескую жизнь. Земля принадлежит не общению, она принадлежит людям. И вот то, что зачастую монастыри оказывались на землях, которые сами настоятели не владели, это те самые случаи и средневековья, встречающиеся в том числе и в житейной литературе. Это, естественно, надо было решить. Просто так монахи не могли, не получив разрешение землевладельца, построить монастырь, начать полноценную благослужебную практику в каком-либо мистике. Ну а поскольку здесь речь идет о гороховляных, посадских и уездных людях, здесь вот это решение принимает царь, это в компетенции царской власти. И вот когда царское благословение появилось, то, соответственно, монастырь и стал создаваться. Здесь я показываю автограф с документа, который, правда, не имеет отношения к Флорище и Пустыне, но он имеет отношение к еще одному высокопоставленному действующему лицу, с именем которого связано основание этого монашеского поселения на Флорище и Пустыне. Речь идет о патриархе московском Евсеярусе Иосифе. Это его автограф, нижняя строчка. Грамота подписана собственноручно митрополитом Иосифом и запечатана митрополитчей печатью с благословляющей плани. Почти в одно время с грамотой Алексея Михайловича патриарх московской Евсеярусе Иосиф проблагословил строительство на Флорищевой горе в Успенской церкви и велел, цитирую, на тот храм и на предел лес ромить в том лесу, в той глуховской пустыне. А по возведению постройки обещал, цитата, антиминсы дать и осветить тот храм и предел папу с диаконом по правилам святых апостолов и святых отец. Значит, вот таким образом решился вопрос с основанием монастыря. Причем монастыря, ну можно говорить о некотором основании постфактум, когда уже существовало поселение. Ну и этот вопрос принимался на самом высшем уровне. На уровне царской власти и на уровне власти самого патриарха Всероссии. А вот дальше начинается, проходит несколько лет, буквально три года, и во Флорищевой пустыне появляется вот этот человек. Пассионарная личность святитель Иларион Суздальский. В будущем святитель Иларион Суздальский архиерей, прославленный в лиге святых русской православной церкви. В тот момент, в 54-м году, молодой настоятель Флорищевой пустыне. Его, как полагают, в Москве. И получается, что тоже такой вот еще один, третий элемент духовной специфики Средней Европы. Получается, что монастырь обретает священнослужителей, человека, который мог служить в ритургии. Вот мы с вами знаем тех, кто находился в основании общежития, тех, кто в 51-м году попросили Алексея Михайловича разрешить им строительство храма здесь. Но строительство храма это полдела. В храме кто-то должен служить. Вот большой вопрос. Насколько у вот этой монашеской общины, насколько у них была возможность служения литургии. Из перечня лиц обратившихся к царю Алексею Михайловичу, мы видим только одного священника, причем подчеркнуто было в человеке, вдовой по бандре. В чем проблема? Проблема в возможностях служения. Строго говоря, согласно каноническому праву и древней традиции, вдовый священник не имеет права служить, если он не принимает иноческого пострига. Сейчас это правило, оно в общем-то не соблюдается. Или оно соблюдается с такими очень и очень большими попущениями. И можно говорить о том, что оно все-таки не соблюдается традицией современной русско-православной церкви. А в Средневековье за этим старались следить. Были всплески активности такой благочестивой, когда даже в отдельных городах прямо строгие решения принимались. Вот знаменитая история была в Пскове в 60-е годы 15-го века, когда Псков в это время еще самостоятельный город с речевым управлением, правда стремительно теряющий свою независимость и уже идущий в русской московской политике. Но вот с точки зрения решения церковных вопросов самостоятельно и Псковский вечер в 60-е годы решила вдовых попов отлучить от служения литургии и запретить их бета, потому что неканонично. И вот это отлучение от служения московских попов оно было записано летописцами и, видимо, имело большую резонанс. И мы видим из документов, канонических документов русского средневековья, что проблема вдовых попов обсуждалась на самом верху метрополитов. Понятно, что все не вечны и зачастую священники переживали своих манушек. Вот дальше возникал вопрос. Здесь то, что почернуто относительно вдову Попа Андрея, видимо, говорит о том, что он не был монахом. Он был вдовом, но еноческий острик не принимал на тот момент. была невозможность служить в монастыре в новом Успенском храме после того, когда этот храм появился в 51-м году. Большой вопрос. Мы не знаем, совершалась ли литургия до 54-го года или литургии не было, храм стоял под замком. Во всяком случае, он был положением Илариона, будущего святителя Илариона, оно говорит о том, что уже однозначно с 54-го года полноценная литургическая жизнь начинается. И вот если мы допускаем, что до Илариона такого постоянного освящения как на флорящих не было, то получается аж 10 лет просуществовала монашеская община без литургии. Вот такой любопытный аспект русской монашеской истории до Метровского времени. Святитель Иларион очень реально взялся за обустройство флорищевой пустыни и стал монастырь устраивать в соответствии с очень суровым общежительным уставом. Но мы с вами помним, в чем различие об этом говорим. Есть кеновия общежительный тип монастыря, есть келеонский тип особенно жительный. Один от другого отличается степенью концентрации духовной власти в руках и кумена, степенью строгости монашеского устава. Вот именно очень строгий устав питался и он вести у себя на флорищу. Но надо сказать, что еще самую проблему пришлось столкнуться. Хотя кто знает, может быть в конкретном условиях той братья это и позволило ему осуществить те уставные идеи, которые были ему близки. Чума разразилась. Чума. И эта чума она унесла жизни почти всех насильников в пустыне. Осталось в живых только три инока и иларион. То есть монастырь потерял, братья потеряло значительную часть своего состава. И после того, когда чума успокоилась, кстати, монахи были вынуждены уйти, они версты 15 от монастыря ушли и в селении скрывались, пока чума косила. жителей. И вот когда они вернулись в дом, Иларион приступил к активному устроению монастыря, в том числе и с точки зрения устава, который в этой обители в Одессе. Устав, к сожалению, не сохранился до нас, но он известен по пересказу в повести о блаженной жизни преосвященного галларион из этой повести, которая такого житийного характера известна, какие строгости наложился в тюрьме галларион на флорящую пусту. Среди прочих, запрет приобретения селфлина пастыря, необходимость трудиться только своими руками за счет этого, зарабатывать себе пропитание. Вот из таких интересных сюжетов отмечу запрет пьянственного питья. Это было оговорено в уставе. Пьянственное питье, как вы понимаете, это вообще российская проблема историческая, появившаяся и сейчас, существовавшая и ранее. Хотелось бы, конечно, согласиться с теми людьми в розовых очках, которые боготворят прошлое, в котором якобы питья, зелия не было. Но это не так. Это мы видим по документам разного времени. И вот эта проблема запрета пьянственного питья, она вообще была актуальна в том числе и для церковного юридического сознания сегодня-динасида. 19-го мига вот здесь Иларион ушел за генеральные линии церкви. В это время, как раз в 50-е годы принимаются указы, которые категорически пытались искоренить пьянство в русских обитиях. Если бы были виноградники у нас, то, наверное, виноградники бы тоже вырубили. вот у меня такая алюзия, вы понимаете, на что. Но поскольку виноградники у нас не растут, то выходили с такими мерами. И вот будущий святитель Иларион всячески запрещал пьянственные пятия. Особая миссия, которую Виларион возложил на монастырь, это необходимость снабжать пропитанием и одеждой странников и бездомных. Вот этот элемент, который вроде бы тоже с одной стороны относится к числу общепринятых добродетелей и как будто бы во всяком монастыре такое было. А вот на самом деле не во всяком монастыре. Это тоже определенная готовность обители осуществлять именно такое миссиянинское служение и это пример обители социального. Да, вот мы в свое время так немножечко сквозь касались вообще по другому поводу истории преподобного Иосифа Володского. Да, вот Иосиф Володский еще в 15 веке создал в чем-то похожий наверное обитель с точки зрения строгости устава, с точки зрения вот такого жесткого начальника Игумена и главное социального обительства. Иосиф Волоколамский монастырь был примером новаторской обительной активного социального служения. Кстати, идея Иосифа Володского, которая строилась на защите церковного имущества, она заключалась не в том, чтобы церкви разрешить пользоваться имуществом и землей, чтобы монахи могли хорошо питаться, а для того, чтобы совершать вот это самое социальное служение. Кстати, Иосифу Володскому принадлежала еще одна на грани неэкономичности новаторская задумка, связанная с посмертной молитвой за тех, о ком точно неизвестно были ли они крещены. Ведь с точки зрения канона тут очень сложный момент. И более того, средневековая традиция тех же самых людей, найденных убитыми где-нибудь на дорогах, зачастую это хоронение кладбищеских христиан, потому что было непонятно крещен, не крещен, можно его на этой святой земле хоронить. А уж вопрос с посмертным упоминанием вообще это к этому приходит преподобный Василий Володский. Здесь мы видим в 17-м столетии книги такой поворот к идее социального служения монастыря. И эта идея социального служения она в общем-то для 17-го века не то чтобы редкая, но и встречающаяся не повсеместно. И вот здесь надо подчеркнуть, что это социальное служение, оно как раз шло параллельно с отказом от собственного имущества, то есть это социальное служение в квадрате. Вот такая интересная личность святитель Иларион Метрополин Сузовский. Кстати, святителя Илариона можно увеличать как папу римского понтифика. Почему папу римского понтифика увеличает? Буквально что такое понтифик? Строитель мостов. Совершенно верно. Мостостроитель, да. Это восходящая еще контичности титулатура, которая связывалась с римскими императорами. святитель Иларион потирен в том смысле, что они с братьями строили очень много мостов, расчищая подступ к обители, мелких речушек и вообще топких мест хватало и сейчас хватает. На Яндекс.Карте тоже было видно, там эти болоты помечены. И вот они строили в том числе мосты, мостки, гати какие-то делали для того, чтобы приходящие могли удобно в монастырь зайти. При Иларионе он был книжником, собирается обширная библиотека во Флорищевой Кустыне и эту библиотеку пополнил человек, которого мы здесь видим сейчас с вами, портрет которого мы с вами видим. Это Борис Алексеевич Голицын, принявший книноческий постриг с именем Боголеп во Флорищевой пустыне, воспитатель Петра I, человек, который очень много заложил в будущего преобразователя России. то есть в метафизическом смысле Флорищева пустынь оказывается связана и посредством Боголепа, который там подвязался и самим основателем Российской империи. Вот для нашей темы между средневековьем и новым временем эта символика она вдвойне интересна. Хочу обратить ваше внимание на иноческое имя Боголепа. Вот это имя искусственное. Ну, искусственное в каком смысле? Это прямая калька греческого имени Феопрегий, но появившееся достаточно поздно и появившееся благодаря одной интересной древнерусской традиции. Мы о ней как-то в свое время говорили, сейчас вернемся к ней на примере князя Бориса Алексеевича, а именно на примере его именического имени. Это традиция пострижения, вот какое имя давалось при пострижении. Лет тому, наверное, 25 назад и вот совсем впервые, да, ну, вернее так, не впервые, а в историографии утвердилось, окончательно утвердилось мнение о том, что к концу 14-го, начала 15-го века происходит перелом в традиции монашества именно речения на Руси. Именно в это время начинают давать монахам при постриге имя, начинающееся на первую пугу мирского имени. Вот эта традиция, она для Руси оказалась достаточно поздней, да, то есть уже сколько времени к концу 14-го, начала 15-го веков существовало на Руси православие. Причем эта традиция не была чуждой для Византии, видимо, она не была чуждой и для балканских стран, а вот в России почему-то, на Руси почему-то было по-другому. И, видимо, благодаря второму южнославянскому влиянию, то есть тому процессу, когда из славянских европейских стран, из балканских стран, в первую очередь, гонимые наступающие Османской империи поехали на Русь беженцы, в том числе носители культуры, и они привнесли эту культуру в русскую, вот видимо, с этой традицией надо связывать и утверждение именно речения на первую букву мирского имени. И вот в прошлом году вышла интересная книжка двух Успенских отца и сына Бориса и Федора. Борис Успенский, один из выдающихся наших специалистов по семиотике, сподвижник отмена, младший Успенский специалист по имени на речении, вот они написали монографию, посвященную как раз традициям монашеского имени на речении, где подтвердили вот этот историографический тезис о том, что к концу 14-го, начало 15-го века утверждается традиция на речении на первую букву имени мирского, и вот они обосновали в своей работе, что имя Благолеп оно появилось как раз из-за того, что получался некий казус в русском именнослове было только одно имя на букву Б, это имя Борисов. Соответственно, если мирской человек имел имя Борисов, ему невозможно было дать иноческое имя. по той традиции, которая предполагала следование первой книги. Вот поэтому появляется имя Боголепа. И действительно, мы не знаем в 16-м, в 17-м веке ни одного инока Боголепа, который бы в мире не был Борис. В миру не был Борис. Вот один из них и Борис Галиц. Плеяна, мы уже перечислили настоятеля, который станет святым русской церкви и того, кто заложит основу инической жизни, князь Борис Боголеп, с именем еще одного выдающегося деятеля русской культуры 17-го века связанных это Симон Ушаков. Симон Ушаков бывший родственник Илариона написал несколько произведений для флорища и пусты. Но во всяком случае, самые известные из них это два образа. Владимирская с избранными святыми. Владимирская Богоматерь с избранными святыми. И икона Успения. Успения Пресвятой Богородицы. Владимирская с избранными святыми сохранилась. Вот мы ее можем видеть здесь. Она, конечно, находится не в монастыре, потому что монастырь был упразднен в советское время. Естественно, все ценности оттуда были вывезены. Сам монастырь использовался, конечно же, по хозяйственному назначению. Владимирская икона поступила в Владимирский государственный музей. Успенская не сохранилась. Где она сейчас находится, мы не знаем. Но мы видим с вами, что в Среднике находится непосредственно образ Богоматери Владимирской, который с точки зрения композиции восходит к всем известной иконе 12-го столетия византийского письма по преданию, написанной евангелистом рукой. В медальонах помещены избранные святые, в верхних медальонах по углам самих двоверных медальонах. Там мы видим ангелов, а вот в красном темно-розовом медальонах тут не очень хорошо видно, там изображены страсти Господни, страсти Христов. Тоже, кстати, такой элемент между Средневековьем и Новым Времем. Традиция почитания страстей Господних это западно-христианская традиция патолического мира. Она не была характерна, не была свойственна для церкви византийской и для церкви восточно-христианской. Поэтому в 17 веке мы видим распространение почитания страстей Господних, причем в разных формах. 17 век расцветает в прямом и в передостном смысле страстями Господними, в прямом смысле даже появляется такой замечательный иконографический тип, расцветшее древо Креста. Появляется он, безусловно, отталкиваясь от каких-то аналогий западного искусства, но возникает на русской почве в 80-е годы. Так что идея страстей Господних становится очень популярной на России в 17 веке. Как и вообще очень много из практики, из традиции, пускай репутированные не в чистом виде, пришедшие из католической Европы, прошедшие фильтрацию южными и западными русскими славянскими землями, то есть территориями современной Украины и Беларуси. Но вот это действительно оказалось сильное влияние на русскую традиционную культу. огромную роль для остановления флорищевой пустыни сыграло знакомство будущего святителя Галариона с государем Федором Алексеевичем, с третьим представителем династии Романовых на русском царском пристуле. Они познакомились в Москве в тот момент, когда государь тяжело болел. И как-то вот прониклись в труду. Завязалась духовная дружба и впоследствии царь Федор Алексеевич дважды бывал во флорищевом пустыне. Дважды совершал специальные богомолия на флорищевую пустыню. И именно благодаря его иждивению появляется Успенский собор, освященный в 1681 год. Здесь мы видим с вами Успенский собор слева в том виде, в каком достался монастырь возобновления вне коммунической жизни, а таким он стал после проведения реставрации. Надо сказать, что монастырю повезло с настоятелем. Я, может быть, через крамольную вещь скажу, но, к сожалению, с точки зрения русского наследия культурного, архитектурного, далеко не всегда монастырям повезется настоять, и не только монастырям, отдельно у храмов. Зачастую приходят такие, которые, может быть, даже делают и делают гармон, но при этом уничтожая смыслы, традиции, то, что было, строено в одежде веки. И это уже не реставрация, а это уже, по сути, новое творчество. Вот настоятель во флорище, он историк по образованию, и историк, мало быть историком, но историк, понимающий, что такое историческое наследие. Ну, конечно, ему повезло и с теми, кто занимался этой реставрацией, это отдельная история, случайное знакомство, можно сказать, промыслительное, попались профессиональные реставраторы, и вот вместе они восстанавливали флорище в том числе, делая такие сейчас обязательные для научной реставрации вещи, как сохранение фрагментов участков стен, без обмазки, без поделки, с тем, чтобы можно было текстурой увидеть кладки, чтобы можно, если это где-то сохраняется, увидеть древние ростыни, это сделано. Значит, собор, Успенский собор, архитектурный центр флорищевого монастыря, освещен в 1681 году, много получивший от самого государя на содержание. Есть такое понятие руга, да, я думаю, многим оно известно, руга, как некое содержание. Вот такая царская руга была в отношении флорища в пустыне осуществлена царем Федором Алексеевичем. Ну вот, в это время монастырь получил три починка, землю, лес вокруг своей территории, покосы, рыбные логли, медницы, солиные варницы, а Иларион еще был жив. Видимо, Иларион не мог отказать царю. Устав его запрещал стяжательство самим монастырю, но когда государь делал такие вклады, значит, тут это уже отдельный разговор. Именно благодаря вот этому знакомству Иларион впоследствии был к положению в архиерейский сам с назначением в Суздальские владыки на древнюю Суздальскую кафедру. И Иларион крестил одного из сыновей царя Федора сына по имени Илья. Ну а уже после смерти Федора Алексеевича в Суздаль приезжала к Илариону будущая государиня Анна-юа, будущая императрица, тогда еще совсем юная. То есть связи были не только между правящим царем, но и династией Рама перед нами пример царского строения. Сейчас мы с вами поговорим о монастырском ансамбле, о постройках, как раз о тех новшествах, которые отразились в этой постройке. Я только несколько слов хотел сказать о последующей истории обители. Несмотря на то, что XVIII век был очень непростой для русских монастырей, петровских петровских указов, которые ограничивали постриг монастырей, екатеринская знаменитая симуляризационная реформа, с разделением монастырей, названные на избранные по классам, по штатам, с упразднением вообще большого количества монастырей. Так вот, несмотря на все это, Флорищева пустынь устояла и после екатеринских симуляризационных мероприятий, как имеющие большое материальное обеспечение, Флорищева пустынь вошла в первоклассные монастыри. То есть это вот топ российских монастырей. Выше только лавры, но лавры меньше, чем пальцев на руке, а вот первый класс это самый-самый, тоже было немного. Флорищева пустынь оставалась в первоклассном монастыре. Ну, а такой окончательный удар по ней внесли большевики. Я сейчас покажу вам фотографию, которая в свое время у меня произвела огромное впечатление. я еще представляю как бы все это в цвете было. Это зерно. Успенский собор превращен превращенный в земнохранилище в советское время. Какое-то сюрреальное закупство. Сохраняется инконостас, сохраняется и в годы, ничего не вынесено. Царские брата сохраняются. Единственное, что сделали, набили доски, чтобы не просыпалось зерно. И насыпанное зерно. А тут даже вот икону закрывать не стали рядом с иконой зерно. По-моему, сюжет, по которому плачет режиссуга, да, это прям такой образ, конечно, изменения пространства, с точки зрения идеи, с точки зрения художественной выразительности, конечно. Вот только в советское время флорищевую пустыню она оказалась не удела, как бы, умный центр. Потом пропал и вот это все великолепие, которое мы здесь с вами видим, потому что это какой-то еще первый период, явно-то военный, после закрытия мастеря, архивная фотография оттуда подобными все это было вывезено. Еще одна архивная фотография это вход в монастырь тоже оформленная в соответствии с новой стилистикой, с новыми декоративными принципами и с новыми ощущениями. Ну, то есть и монастырь уже приспособлены территориям монастыря для нужд. Так, а мы сейчас с вами вернемся к презентации и посмотрим на план монастыря. Вот это план монастыря по отмерам 1943 года. Ансамбль монастырский к счастью в целом сохранился. во всяком случае сохранились основные постройки, которые формируют облик этой обители как духовного центра и которые собственно и создают вот эти новые пространственные тенденции. Успенский самор, мы его с вами видели, холодный, теплая трапезная Троицкая церковь и колокольник. И вот посмотрите, это на плане очень хорошо видно. Вот оно новое планировочное решение. Вот вход. Мы его сейчас с вами видели на предыдущей фотографии со звездой и флагами на предыдущей. Человек, входящий в монастырь, он оказывался на одной оси с колокольней. Его внимание было приковано именно к колокольне, а ее как бы не колокольню, безусловно, но пространство флангировали храмы. Вот это было принципиально новым решением. В русской традиционной архитектуре в центре монастырского цапля, конечно, должен находиться главный собор. Именно так строили монастырские комплексы и придумывали зодчие всякие ухищрения для того, чтобы сконцентрировать внимание входящего именно на главном соборе. Один из таких очень интересных подходов он воплощен в Свинегородском сайле на Сторожевском монастыре. Сейчас мы туда заходим с другой стороны, а первоначальный вход, ворота, они снизу, они со стороны Москва-реки, и именно туда заходили боговольцы издревле. И вот если зайти в этот первоначальный вход, в эти ворота, то там была замечательная реализована архитектурная идея, человек проходил святые ворота обители, попадал в надвратную церковь, которая была Г-образной, вот так, коленочкой, и поворачивая через эту коленочку, он поднимался по лестнице уже на территорию монастыря, видя перед собой сам храм Звенигородский, главный рождественский собор. его взгляд Бог к нему припугал. Вот это один из таких традиционных принципов построения. Здесь наблюдается уже другая некая планировочная идея. Сейчас мы с вами посмотрим, как эта планировочная идея реализована с точки зрения ее ощущения в реальности. Да, вот он, вид от святых ворот обители на сам монастырь. И получается, что здесь, конечно, есть еще некое искажение за счет объективов аппарата, но получается, что доминар монастыря становится колокольным. к ней не только обращают взоры входящих, но и колокольня, она является вертикалью, которая держит пространство вокруг себя. Вот это такая новинка, которая применялась в это время создателями комплекса флорища и густами. Но при этом надо сказать, что узбенский сабор, который стоит в северо-западной части монастыря, он построен все равно на самой высокой оконечности этой флорищевой галины. Здесь не видно, но за колокольным здесь обыкнут. И дальше идет такой резкий спуск, а дальше начинается река Илуха. Правда, молящиеся они попадали в этот постепенно, в этот колокольник поднимались, они с этой восточной стороны подходили. Западный вид открывался совсем потрясающий, но как тогда, так и сейчас леса, леса и сплошные леса. И сама идея устранения монастырского ансамбля на оконечности, на самой возможной точке, она сохранилась и осталась. восприятия, углы восприятия здесь получались несколько другие. Троицкая церковь построена в те же 80-е годы, что Успенский собор, 1684 год. Колокольня одновременно Успенскому собору, 1681 год. Помимо вот этих главных построек монастырского ансамбля, были возведены еще несколько церквей, в том числе больничные Зосимы и Саватия Соловецких с пределом преподобного Ефрема Селина. Вот почитание Ефрема Селина было традиционно для детей, сохранялось. И вдоль периметра монастырских стен другие иные постройки. Мы сейчас вернемся к презентации. Я уже в прошлый раз поминал палаты Боголепа. Вот они, палаты Боголепа. Отдельная постройка в углу монастырской территории, которая предназначалась только и исключительно для князя Горицына. В два этажа с печками из Ростова прислуга там могла разместиться. И библиотека, которую Боголеп привез Собор. С точки зрения самой архитектуры, если мы посмотрим на Собор, то Собор в целом он конечно тяготеет к XVII столетию. Мы здесь с вами увидим традиционный кублический объем, традиционные пятиглавия, именно то, что и было таким характерным распространенным форматом строительства главных соборных храмов, монастырей и городов России, российского государства в XVII веке. Здесь идеи сохраняются с точки зрения арнаментов, которые мы по барабану, то есть принципы планировочных решений новое, а сам публик Собор прежний. Причем арнамент, который здесь мы видим, посмотрите, очень хорошо это заметили на апсете, жучковый так называемый орнамент. Перекрестие жучковый орнамент в то время распространяется в разных уголках России. Это и близкие к флорищам гороховец и вязники, но и вполне удаленные от них, например, селикамцы. То есть это такой тоже пример некой не местного, а вполне российского принципа декорирования храмов и построек. селикамцы. Так. И теперь давайте еще об одном объекте поговорим, который сегодня был анонсирован и тоже по времени строительства относится к эпохе перелома между средневековьем и между новым временем. это Адмиралтейская церковь города Воронежа. Здесь мы с вами видим Адмиралтейскую церковь, Успенскую, да, Успенское ее официальное посвящение, Адмиралтейская, она так называлась историей, потому что именно у стен этой церкви в Воронеже в течение некоторого времени действовала верфь, та самая верфь, которая по приказу Петра стала родоначальницей в 1696 году Русского флота. Именно у стен Адмиралтейской церкви строили корабли, которые отправились потом на покорение Азума. Правда, историки располяются между самыми, когда же храм был заложен три варианта, предлагалось 1694, 1699 и 1703. Но вот если мы на первом варианте остановимся, то эта церковь современится в годовщине появления русского флота и, конечно, в Версии отстоялся вверх. Но, если она чуть более поздняя, от этого не становится менее интересным. Обратите внимание, это река Воронеж. Она подходила в свое время очень близко к территории Успенской церкви. У меня, к сожалению, нет фотографий, которая бы прямо с того же места была снята, но где-то что-то близко, с некоторым смещением. Сейчас река отошла, вернее, ее искусственно отдали. для Успенской церкви разлив реки был истинным бедствием. Ее построили церковь в месте за юных луг, которые постоянно, весной, даже если весна затягивалась, как и у нас в этом году, все равно когда-то она приходила в Воронеже. И все это подтоплялось. Фундаменты плывли, церковь чувствовала себя не очень хорошо. Несмотря на то, что сейчас, если кто-то из вас был в Воронеже, мы представляем там сейчас Воронежское водохранилище, огромное в черте самого города пространство водоема, сама река Воронеж была не такой большой, но при этом отошли, отодвинулись от Адмиралтейской церкви. Тут сейчас набережные, всякие происходят гуляния. Адмиралтейская церковь, независимо от того, все-таки построена она в 90-е годы XVII века или она построена уже в нулевые годы XVIII века, это один из древнейших сохранившихся памятников города Воронежа. Относительно ее возникновения. Основания для датировки такой вот наиболее распространенной в наше время были предложены в 1990-е годы историком Амелькиным, большим специалистом по Воронежскому хромовому узорчеству. Он отталкивался от хромозданного креста, который был найден от престолов церкви во время реводных работ еще в XIX веке. Вот надпись на этом кресте, который, видимо, сейчас утрачен, по крайней мере, и не попадалась информация, сохранился он или нет, она святилась. цитирую. Освятися, жертвенник, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме Пресвятые Владычицы Нашей Богородицы Успения придержали многочестивейших великих государей наших царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея великие и малые и белые России самодержцы. Ну а дальше обозначалось время в лето 7207-ое индикто Третье от Рождества Христова 1699-ое на память святаго первомучника архитьякона Стивана. Ну вот, казалось бы, прямое есть указание. Закладное крест перечисляется при кухне храма основан и дается дата вплоть до дня. Вспоминается архитьяк Стивана, почитаемый Петром I. Еще на первом, на первом, по-моему, да, а нет, наверное, все-таки не говорил, не вспоминал я об этом эпизоде относительно архитьякона Стивана. Церковь Покрова Филипп. Замечательный памятник московского Нарышинского порока. Современница церкви, о которой говорим мы сейчас с вами. Построенный в 90-е годы 17-го столетия. Христоматийный памятник, который во всех учениях Покровского искусства. Два храма, нижний и верхний. На верхнем храме, на втором этаже, сохраняется прекрасный порочный анастас с иконами. И в том числе, с изображениями двух архитьяконов на дверях. дьяковик, дьяковик и жертвы, дьяковик и жертвы. И вот архитьяконов Степан срисован с петра. Можете посмотреть в интернетах фотографию, она есть. Еще лучше, конечно, вживую сходить. Правда, я сейчас не знаю, как действует храм Покрова в Филях, потому что его недавно передали церкви. И там очень непросто этот процесс передачи перетекал, потому что второй этаж принадлежал музею древнерусского искусства имени Рублева. Первый уже давно принадлежал церкви, вот передали второй этаж. И насколько я знаю сейчас он закрыт, там настоятель все-таки не служит. Ну, мало того, что большая ценность историческая, полцентный, там сохраняется дубовый паркет 90-х годов 17-го века. Там стоит побывать, походить по этому паркету, почувствовать своими ногами эпоху молодого Петра. Вот, так что будет возможность сходить. Это я вспомнил относительно архидеакона Стефана, да, и вот здесь освящение церкви на память перворучника архидеакона Стефана, она намекает как-то. Однако есть некоторые проблемы. Запись решена, сделана, в записи есть исправление, и есть некоторые противоречия. Год отцетворения мира обозначены в надписи славянскими буквами. Мы с вами знаем, что до Петровского указа о переходе на арабскую цифру, и, соответственно, упрощение алфавита, с церковной славянского на гражданской средневековой руси цифры передавались не собственно привычными нам знаками цифр, а буквами славянского алфавита. Так вот, здесь запись сделана славянскими буквами там, где отцетворение мира, а вот там, где отцетворение мира, там будут как раз арабские цифры. В 1699 году такого быть еще не могу. Могли надпись привести в счете лет и отцетворение мира, и от рождества христового. Эта традиция для второй половины 17 века была уже распространенной на Руси. То есть 17 век вот такой в официальных таких парадных случаях он зачастую дает нам примеры использования и старого лета исчисления отцетворения мира, и нового от рождества Христова еще до всякого Петровского угроза. А здесь микс, который заставляет забраться. Кроме того, цифра 9, последняя девятка в дате 1699 выскоблена в нижней своей половине. Кроме того, странам кажется несоответствие указанного года и дикту и времени правления государей, потому что в 1699 году Петр уже был единственным наследником. Его брат Иван умер тремя годами раньше. как раз тогда за месяц до того, когда Петр отправился в Воронеж строить флот и штурмовать Азов. То есть все эти аргументы я сейчас вам привожу, отталкиваясь от исследований историка Амелькина. Вот он обратил внимание на эти противоречия. все эти противоречия они заставляют сомневаться в том, что действительно 1699 год может считаться реальным годом начала строительства этой церкви. Поэтому остается либо 1694 либо 1703. 1693 1694 или 1893 Дальше. Давайте сейчас посмотрим. Я не стал переносить презентацию. В лучшем качестве мы видим здесь фотографии этой церкви. давайте обратим внимание на памятные таблички. Памятные таблички Успецской Адмиралтейской церкви они безусловно отсылают к тому, что эта церковь непосредственно связана с эпохой рождения русского фрукта. Даже если она построена в 1703 это время существования в Воронеже в Верфи. В Верфи в Воронеже активно действовали аж до 1711 года. После того, когда Петр полностью и окончательно сосредоточился на западном направлении внешних политиков. Его уже занимала Балтика, Балтийское море и отношения с европейскими странами. В 11-м году Петербург становится столицей и у Петра уже вектор другой. Там новое Адмиралтейство появляется в новом городе на Неве. А здесь, конечно, сохранение традиций. Ну вот, видите, на второй табличке однозначно указано, что подсводами храма русский полет флот перед Азовским проходом получил первое благословение на служение Отечеству. Если 1994 год дата справедливая, то, естественно, освящение кораблей проводилось рядом с этим храмом, духовенством его. И, конечно же, строители стояли на службах этого, на службах в этом храме. внутри у меня, к сожалению, не оказалась фотография, располагается такой музей, посвященный роли в Атмиралтейской церкви в строительстве флота. Такой небольшой музей военно-морской истории. Он нынешним настоятелем с флагом, кстати, английским стоящим в углу указывает на ту роль, которую церковь сыграла в истории русского флота. Значит, что касается самого храма этого четверика. Здесь очень хорошо видно, как и культурный слой поднялся, и как происходило повышение намежни, для того, чтобы избежать вечных проблем подтопления этого храма. Храм сейчас, несколько утоплен ниже современного уровня группы. Мы видим двухъярусный храм. Первый, насколько сюда прячется за дровкой. Двухъярусный храм, квадратный в плане, кубический, увенчанный пятиглавие, барабан центральной головы световой, окошко очень хорошо видны. Барабаны боковые глухие. С восточной стороны к храму притыхает трехчастная апсина. Смотрим теперь с востока. По шагу апсина равна четвертой. По высоте, как видите, не очень большая, не достигает даже нижней кромки окон второго яруса. Реальная вот здесь располагается. Вот то, что мы видим здесь, с восточной стороны, четверик, который мы с вами обозрели, можно посмотреть на вход в эту церковь с южной стороны, это южная стена храма. Декор на личинке пуха, который сейчас почти на уровне земли. Все это говорит нам о скорее классическом храме для 17-го столетия. Он с точки зрения своей структуры, с точки зрения декора, который мы здесь наблюдаем, гораздо больше относится к предшествующему времени. он еще там, в том время, в средневековье. И это, на мой взгляд, совершенно не случайно. Храм строится на периферии, на провинции, в провинции русских государств. Мы с вами прекрасно видим, как в провинцию с запозданием в России доходят архитектурные идеи, которые начинают развиваться в столице. В столице свои стили, свои законы, в провинции, порой, иногда даже может быть десятилетиями, чувствуется дыхание предшествующих архитектурных традиций. Вот примерно так же мы примерно тоже можем говорить об адмиралтейской Успенской церкви. Она выстроена в том месте, где рождался русский флот. Буквально в том месте и по всей видимости достаточно убедительно все-таки те историки, которые считают, что она 1994 года. Есть серьезная аргументация, сейчас не будем на этом останавливаться. То есть реальная церковь связана со строительством русского флота. Ее статус церкви, рядом с которой освещались корабли знаменитой ботопредестинации Петровского корабля, которые участвовали в Штуте Азовной. Сама церковь не в том модном фраке, который, наверное, можно было бы ожидать от храма, связанного с таким событием русской историей. Тем не менее, есть некоторые интересные вещи. Давайте посмотрим на оформление стен. Если с точки зрения типологии храма в общем-то не является изряда выходящего из того, что мы знаем о храмах XVII века, то некоторые интересные вещи декора мы можем с вами отметить. Это особенно хорошо видно с восточной стены. Посмотрите, как здесь этот декор решается. у нас у нас есть пилястры, которые поддерживают аркатуэ под карнизм. Они ожидают, казалось бы, вот такие пилястры, они должны идти лопатками, если говорить, используя язык древнерусскому архитектуру, они должны идти до самого низа, до цоколя здания. Здесь мы этого не видим. Конечно, во многом такая форма была продиктована тем, что это восточная стена ниже апсина. Просто было невозможно опустить до цоколя, это понятно. Но тем не менее безвестные безымянные авторы, зодчие, они обыграли эти пилястры, создали их как элементы, поддерживающие конструкцию свода, не опустить до земли. То есть как будто бы они напрашиваются с точки зрения традиционных декоративных элементов, как без них. Возможности опустить нет, и вот такое возникает интересное решение. До уровня второго яруса. И вот посмотрите, как декор решен со стороны их, где северный стена, где нет апсина. Чтобы не нарушать гармонии, чтобы не нарушать того, что было сделано на восточной стене, там, где это возможно, над окнами, сохраняются такие же пилястры, ведущие только на часть плоскости стены. Появляются пилястры гораздо более длинные, которые сочетаются с главными пилястрами, но тоже не опускаются для самого лиза. Вот такую интересную декоративную форму придумали архитекторы данного храма. Наличники науках представляют один из вариантов, весьма характерный для русского излодчества 17 века принципа правления куклами. Аккордный проем с четырех сторон заключен в прямоугольную рамку, а наверху эта рамка завершается на верше в форме такой фигурной спутки. Здесь тоже у нас соответственно традиция. Такая вполне отсылающая к XVII столетию. Адмиралтейская церковь не была приходской, она была церковью монастырской и возникает она на территории монастыря, посвященного Успению Пресвятой Баговатии. Очень долго в течение многих десятилетий своей истории здесь располагался монастырь, причем он существовал ранее того, как церковь возникла. Монастырь здесь в нижней части Воронежа был заложен еще в незапамятные времена. Возможно, одновременно с появлением самого города Воронежа. Во всяком случае, точно не позднее 1600 года он здесь существовал в день, как и многие русские постройки того времени, многие русские монастыри. И этот храм становится первым храмом Успенского монастыря, выстроен в храм. Ну а дальше этот монастырь продолжал существовать на протяжении длительного времени, в основном являясь бедным и монастырем, который не играл какой-то существенной роли в жизни Воронежа. Опять же, разница между событием, связанным со строительством флота и его статусом. Но здесь понятно, мы с вами рассуждаем как в ретроспективе, с нашей точки зрения отсюда, с 21 века. Естественно, в этом памятнике хочется видеть глубокое значение. Современники наверняка не придавали значения этому храму кончену Тасу. Они делали свое дело. Здесь строился флот, здесь воздвигались верми, собирались в войсках, которые отправились на заболевание Азова. Тут все было немножко по-другому. Вот еще одна открытка дореволюционная. Также в один из разных ростов. Ростовская церковь стоит здесь. Когда-то у нее была каменная грана, которая не сохранилась. Колокольня более позднее классицистическая она сохранилась. Ну а вот так выглядел Воронеж в годы Великой Отечественной войны сразу после освобождения. Я правда здесь Адмиралтейскую церковь не вижу. Может быть она где-то вот на той громке здесь проглядовала. разрушена она не была. она пострадала как и весь город в целом. И кстати до 1996 года до 1996 года представляла из себя жалкое зрелище. Только благодаря отмечанию 1903 Российского флота оказались те, кто вводил следствование ее восстановления и храм восстановили. на этом уже будем подходить к концу. Это карта Воронежского навестничества. Интересна не сама карта, а интересно оформление ее. как мы видим Андреевский флаг. Тоже отсылка к тому, что Воронеж является родиной русского флота. Ну вот, мы с вами подошли к концу не только нашей сегодняшней беседы, но и на сегодняшней в целом. 9 лекций довольно состоялось. Так что я надеюсь, что-то вы, если не из каждой лекции, то хотя бы из каких-то вынесли тех, кто ходил достаточно часто на наши с вами беседы. Может быть, с вами увидимся. в каких-нибудь других обстоятельствах, если пригласить в музей, если главное мне будет, с чем прийти в музей архитектуры. Так что большое спасибо. Я традиционно в конце готов поделиться картинками. Если есть вопросы, да, сегодня чуть-чуть пораньше закончу, чем обычно, поэтому если есть вопросы общего характера, готов ответить. вопросы, тогда со всеми прощаюсь. До новых встреч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ